здравствуйте друзья письмо мне 32 года женат недавно с супругой приехали по грин карте и остановились вашингтон дисси место просто потрясающе красивый город похож на петербург откуда мы родом в россии я работал узким специалистом в области международного айти права и арбитража о как супруга продолжает работать тестировщиком программного обеспечения удаленно из наших но если не студентка смысле из тестировщиков я недавно прошел несколько интервью на работу в сша и вот у меня на руках два приглашения сейчас они приехали по грин карте руки два приглашения на работу на одинаковую зарплату сто семьдесят тысяч так что неплохо друзья заниматься международным айти правом без ваших видео навряд ли бы что-либо получилось вот даже неожиданный комплимент так одно приглашение на работу в хьюстоне а другое в вашингтоне но работы эти совсем разные в вашингтоне работа такая что я уже много лет делаю и перспективы развития очень туманны или по крайней мере очень долги в хьюстоне же работа привлекает своей сложностью возможностью быстрого роста получения новых навыков но и потребует выхода за рамки комфортной зоны однако меня смущает жизнь в хьюстоне я там никогда не был мои малочисленные знакомые говорят что в хьюстоне очень жарко много пауков змей большая преступность бедность плохая экология консервативные люди делать там нечего и что я там жить не хочу говорят что надо оставаться в вашингтоне потому что я могу перескочить с одной работы на другую и вообще нет смысла искать ту работу которая сложнее а надо работать там где лучше всего это получается тем более что плачет одинаково не выпендривайся вот что мне говорят а чтобы порекомендовали делать вы значит 32 года хорошо давайте поговорим знаете концовка этого видео мне напомнила такой был анекдот что ну там на радио вот радиослушатель иванов из уфы спрашивает что такое аппассионата отвечаем не выпендривайтесь товарищ иванов вот такой был анекдот так ну что же 32 года это шикарный возраст когда еще можно чему-то учиться хорошо знаете вот это не 62 я вам обещаю вот молодой парень совсем на самом деле хотя он уже состоялся в профессии да там и молодец поэтому конечно расти надо вопрос не в этом вопрос сейчас в том что он только приехал в новую страну и какая бы работа ему там не досталось вот так сходу это нормально в том смысле что в конце концов там поменял ну что ж такое первая работа не обязательно должна быть работой на которой ты 10 лет и 15 20 30 проработаешь там до пенсии превратит совершенно не обязательно поэтому я бы вот разделил ска вот первое время мы тут а дальше будет видно значит для первого времени тут конечно вашингтон там хорошо я не знал когда на перечисление там проблем хьюста нашло климат я согласен специфический такой пауки и змеи там и так далее ну ну да ну его а во флориде вы думаете чего об аризоне вы думаете чего там эти тарантулы значит это как бы есть места такие да значит но опять люди которые там живут они привычные это так с непривычки знать пауки и томатами пауки вам и если вы захотите там про вашингтон чего-нибудь посту что мы про вашингтон чего-нибудь скажут такое но конечно там классно и вашингтон еще чем хорош все-таки оттуда ну ну относительно недалеко да очень много чего вот скажем про хьюстон это нельзя сказать хьюстон он там в техасе вот и вот там в техасе а вашингтон дисси но все близко там и до бостона там не не безумно далеко и до нью-йорка и до филадельфии там и там много чего вокруг есть поэтому конечно мне лично гораздо более симпатично вашингтон дисси кроме того с точки зрения работы и разных видов работы и вот таких вот возможностей потому что ты не хочешь зависеть от одного конкретного места если ты работаешь вот скажем хьюстоне вот в этой организации и работа каким-то образом прекратилась ну например организация закрылась или организация нам куда-то в аутсорсинг что-то отдала в офшор или организация допустим переехала в другой штат и у тебя больше нету ничего но вот если надо уезжать и если это такое место то ты очень зависим вот от этого места работы и конечно лучше лучше зависеть по минимуму чем по серьезному зависеть это как бы вопрос безопасности уже такой job safety то что называется что еще сказать дети то у нас есть там честно я к сожалению куда-то дел вот значит с точки зрения тестирования для жены да она сейчас работает удаленно тестером там же где работала раньше но в принципе если она захочет например работать тестером то ну конечно все таки лучше быть вот в таком месте как вашингтон деси чем например хьюстон не потому что в юстоне вообще нет работы тестером а потому что ее там сгулькин нос по сравнению например с там вашингтон деси где ее просто много Поэтому с точки зрения того, что вас все-таки двое Получается, что Вашингтон, Ди-Си С точки зрения того, что заниматься тем, чем привычно Для начала это неплохо Вот ты приехал, так, и тебе надо обустроиться Тебе надо как-то, ну, можно сказать, на ноги встать В том смысле, что надо обзавестись каким-то жильем Надо, там, если дети, значит, чтобы они в школу пошли Ну, вот, как-то так, да? И жене же тоже, да, какую-то работу на самом деле Правильнее найти на месте, чем вот так То есть, конечно, первое там время, пока не нашел на месте Можно и удаленно работать, но Но если можно найти на месте, зачем удаленно? Так что Так как карта ложится, вот с моей точки зрения Карта так ложится, что Начинать Вашингтон, Ди-Си, правильнее Следующий вопрос Вот то, что ему там советуют, что Говорят, ты давай там это Не выпендривайся, делай то, чего умеешь И все В 32 года это не вариант То есть Очень удобно переехать в другую страну Делать то, что ты умеешь Это безумно удобно Это такая роскошь, которую мало кто может себе позволить Понимаете? Но дальше надо расти Я не знаю, какой рост в вашей профессии Но вы-то лучше знаете Вы же знаете, может быть, в чем вы хотели бы разобраться И так далее Поэтому Ищите себе на здоровье Слава Богу, там в таком месте, как Вашингтон, Ди-Си Там юристов много Контор полно юридических Там гавермент Я не знаю У меня такое ощущение, что это, может быть, одно из лучших мест Где Юристу можно было бы работать Ну, Нью-Йорк, конечно Мы там не говорим Ничего Ну, вот может быть так Столица Аэропорт Там В Европу близко По всей Америке так недалеко Что же хорошо И действительно, когда вот зима, например, да Там и Ну И не только зимой, и летом тоже Там и травка И вот Не то, что у нас там, скажем Где не поливают, там уже сухо Вот еще месяц, например Вот сейчас март Ну, даже дождливо было В этом году А так вот В это время, в марте В обычный год Уже вот эта вся трава была бы желтая И всюду была бы желтая Я не качу бочку на Калифорнию Я просто хочу сказать, что Вашингтон Действительно, симпатичное очень место Ну, вот, наверное Наверное, вот так И, конечно Конечно Проблема выбора на вас накатилась Если бы у вас была одна работа Так И вы бы сказали Все, едем туда, где есть одна работа Ну, а А когда две Уже начинаешь думать То есть Выпендриваться реально Начинаешь Да, то есть Туда, сюда Как, что Начинаешь сравнивать И я двумя руками За то, чтобы Разбираться Осваивать Там Выходить Как тут говорят Из зоны комфорта И так далее Я считаю, что это очень важно Очень здорово И это всю жизнь должно происходить То есть Не так выходить из зоны комфорта Чтобы Там Какую-нибудь болезнь нервную получить Нет Ну, расти-то надо Удовольствие от жизни получать надо Понимаете Развиваясь И Это здорово Все Я бы просто Это Немножечко Отложил Вот Чуть-чуть Чуть-чуть бы отложил Вот только и всего Вот А те, кто говорит Что Развиваться не надо Это Это неправильно Ну, вот Наверное, и все Тем более Человек-то хочет развиваться Да, вот Я читаю письмо Он говорит Ой, там Так, да Такой Эксайтмент Там Вот это Вот это Вот это Ну, так Надо развиваться Тем более Если хочется Это че же Вот Я очень рад На самом деле Когда Такие Такие иммигранты возникают Приезжает человек Там гринкарты у него есть Профессии у него есть Английские у него есть Там Работы ему предлагают На хорошие бабульки Господи Так Чего же не жить-то Правда? Вот Так что Давайте мы Поздравим Как бы С удачным С удачным началом Значит Нашего Соотечественника И его супругу Тестировщицу То есть Близкого нам По духу человека Вот И чтобы у них И дальше Все было нормально Сейчас я вырулю Тут С поворота Вот Да И значит Помашу ручкой И скажу Привет ребята Счастливо Приезжайте в гости Мы с вами кино снимем Счастливо 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 Счастливо